Последний мой был результат, это когда я пациентке зарубцовал язву буквально за неделю. Так вот, если вы включите три лекарства, то ваши язвы зарубцуются очень быстро. Рад вас всех приветствовать на своем канале, на котором мы говорим про здоровье. Мы рассматриваем разные диагнозы и способы их лечения. Меня зовут Евгений Козлов, я практикующий доктор китайской медицины, фитотерапевт, нутрициолог, ведущий этого канала. И сегодня мы с вами будем говорить про такую интересную тему, и для многих наболевшую, как лечение язвы желудка. В данном случае, в данном видео мы будем рассматривать нетрадиционный подход, но который в моей практике постоянно помогает пациентам вылечивать язвы. Начнем с того, что, безусловно, существуют и классические способы лечения язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. Но я бы хотел показать другой альтернативный способ, который тоже очень быстро язву восстанавливает. То есть язва зарубцовывается в достаточно быстрые сроки. В течение двух недель это максимум. Итак, давайте сразу перейдем к практике. Данное видео будет сугубо практичное. Я расскажу, что конкретно нужно пить для того, чтобы язва у вас зарубцевалась. Первое – это, конечно же, фитотерапия. Будучи фитотерапевтом с 10-летним опытом, я не мог не составить для вас специальный сбор для того, чтобы зарубцевать язву. Итак, записывайте. Рецептура данного сбора также будет внизу под видео в описании. Для того, чтобы составить сбор для восстановления желудка или двенадцатиперстной кишки, в зависимости от того, где у вас язва будет находиться, вам нужны такие ингредиенты. Мята перечная – 40 грамм, подорожник большой – 40 грамм, ромашка аптечная – 40 грамм, тысячелистник – 20 грамм и зверобой – 20 грамм. Данные травы вы смешиваете в указанных количествах. Пить сбор нужно таким образом. Мы берем столовую ложку сбора с горочкой, разводим на 0,8 литра кипятка, настаиваем час, процеживаем и выпиваем данный сбор за три приема – утром до еды, в обед до еды и вечером до ужина. Данный сбор снимает воспаление и снимает отек. Также очень хорошо рубцует язву, и не важно, где она находится – в желудке или в пищеводе. Данный сбор уже помог сотням моим пациентов и уверен, что поможет вам тоже. Здесь очень важным является тот факт, чтобы найти правильное, хорошее сырье. То есть, если вы данное сырье будете покупать в аптеке, то сразу вам скажу, что сбор не работает. Вам нужно найти хорошее сырье в фитоаптеке, либо в магазине здоровья, либо поискать каких-то травников, у которых есть хорошее, качественное сырье. Именно тогда оно сработает. Второе, что мы будем использовать для лечения и рубцевания язвы – это очень старый метод и очень древние средства, которые называются облепиховое масло. Конечно же, облепиховое масло вы можете найти и в аптеке, но то аптечное масло, которое есть, оно очень плохого качества и, как правильно, разбавлено еще другим маслом – подсолнечным. Для лечения вам нужно найти именно сыродавленное масло, то есть масло, которое выдавливает в дубовых бочках без воздействия сильных температур и без контакта с металлом. Тогда облепиховое масло оставляет в себе большое количество вот этих лечебных лекарственных веществ, которые очень быстро рубцуют язву. Последний мой был результат – это когда я пациентке зарубцевал язву буквально за неделю, в том числе используя данную рецептуру. Облепиховое масло я рекомендую употреблять взрослому человеку по одной десертной ложке три раза в день. Первый раз натощак, второй раз в любое время до обеда и третий раз перед сном. Третье, что мы должны еще добавить для того, чтобы быстро ушла у вас язва. Это употребление льняной каши, но ее нужно правильным образом готовить. Мы с вами будем готовить рецепт, который называется «Живая льняная каша». Как он делается? Мы вечером, например, часиков в 6-8 вечера, берем семена льна коричневые и заливаем их водой комнатной температуры. Вот эти семена всю ночь настаиваются, набухают, и в раствор начинают выходить нужные нам слизи, которые как раз очень быстро рубцуют любую язву и любой стадии. Утром у нас уже все готово. Мы готовый раствор с семенами льна выливаем в блендер, и все это блендерим, то есть размешиваем. Старайтесь воду выбирать в таком количестве, чтобы у вас получилась густая льняная каша, и ей каждое утро нужно завтракать. Так вот, если вы включите 3 лекарства, это сбор, это употребление специального масла сыродавленного и употребление каши льняной по утрам, то ваши язвы зарубцуются очень быстро. Данную рецептуру я давно уже опробовал на своих пациентов, и многим пациентам я смог помочь справиться с этим недугом, и язва не просто ушла, она зарубцевалась так, что рубца практически на гастроскопии не видно, и эта язва больше у них не возвратилась. Поэтому обязательно пользуйтесь данной рецептурой, она вам точно поможет восстановиться и вылечить свой язвенный процесс. Данное видео было таким сугубо практичным, поскольку в обычном видео я рассказываю много теории, анатомии, физиологии, и я надеюсь, что вы воспользуете этой рецептурой и получите реальную пользу. Я прочитал все прошлые комментарии к видео, которое я уже выкладывал, и увидел то, что вы интересуетесь вопросами здоровья, как восстановить, как улучшить работу внутренних органов. И специально для этого я создал специальный курс, который называется «Перезагрузка для восстановления и оздоровления нашего организма». В данном курсе я подробно рассказываю, как восстановить орган посистемно, как восстановить работу кровеносной системы, лимфатической системы, работу желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочных, кишечников. И мы на этом курсе работаем над восстановлением целостного нашего здоровья в течение 16 дней. Кому интересно, обязательно проходите по ссылочке внизу. Этот курс прошло уже не одна сотня людей, и я уверен, что вы его тоже пройдете и получите очень большую пользу, поскольку этот курс помог снять людям многие диагнозы и восстановить свое самочувствие. Обязательно, друзья, пишите свои комментарии по теме лечения язвенных процессов. Пишите в комментариях, какие видео вы хотели бы еще, чтобы я для вас подготовил, на какие темы. И ставьте лайки, подписывайтесь. Мне это будет очень приятно. Это будет создавать мне дополнительную мотивацию для того, чтобы готовить для вас полезный, интересный контент. Поскольку у меня пациентов очень много, я понял, что мне нужно дополнительно создавать свой YouTube-канал, создавать свой Telegram-канал, ссылочку на Telegram-канал я тоже оставляю внизу под видео в описании. Я понял, что мне нужно с вами делиться дополнительно, чтобы мои полезные знания работали на более широкую аудиторию. Я уверен, что все видео, которые я выкладываю, они вам будут полезны, они вам помогут глубже разобраться в себе, в своем здоровье, и дополнительно расширят ваше мировосприятие. Увидимся с вами в следующих видео. Всем хорошего дня. До встречи.